В зале заседаний правительства сегодня установили дополнительные ряды стульев, так много желающих присутствовать на первом в этом сезоне крупном политическом мероприятии. В повестке обсуждение проектов четырех государственных региональных программ и одной долгосрочной целевой. Начать планируется с программы труд и занятость. Ровно в два часа губернатор Сергей Ерошенко открывает заседание, меняет повестку. Сперва правительство обсудит ситуацию с преступностью в регионе. На 10 тысяч жителей 240 правонарушений. Это один из самых высоких показателей в стране. Анализ комбинарной обстановки позволяет сделать вывод, что необходимо принятие дополнительных мер в вопросах противодействия преступности, в частности внедрение в виде мониторинга в общественных местах посредством аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Камера предполагается установить в Иркутске, Ангарске и Братске, а программа рассчитана на пять лет. Финансирование определено в размере более 91 миллиона рублей. Но губернатор отмечает, о выделении средств говорить рано. Мне очень трудно понять, что мы делаем, зачем мы деньги выделяли и выделяем. Нужно конкретные мероприятия, которые сегодня уже назрели, используемые в том числе опыта соседних регионов, как вы говорите, и предложение наполнения общей строки финансирования, наполнения конкретными мероприятиями. Проект программы отправлен на доработку. Следующее слово берет заместитель министра труда и занятости Иркутской области Елена Егорова. Вот сейчас будет обсуждаться труд и занятость. Реализация мероприятий госпрограммы будет направлена на преодоление негативных тенденций в развитии социально-трудовых отношений и сфере занятости населения, которые характеризуются в настоящее время несоответствием спроса и предложения на рынке труда, достаточно высоким уровнем производственного травматизма, отставанием средней заработной платы работников в бюджетной сфере от средней заработной платы в целом по региону. Важная составляющая проекта под программу оказание содействия занятости населения и социальная поддержка безработных граждан. На ее реализацию планируется направить около 3,5 миллиардов рублей. Замминистра также отметила, в ближайшие три года Иркутская область готова принять полторы тысячи соотечественников-переселенцев в рамках соответствующей долгосрочной целевой программы. Оба проекта министерства приняты единогласно. Кроме того, правительство утвердило программу комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям и программу развития транспортного комплекса. Согласно последней, в Приангарии с 1 октября начнут действовать два новых авианаправления Иркутск-Нижнеудинск и Иркутск-Железногорск-Илимский. Галина Тернева, Александр Мокин. Новости сейчас.